приветствую вас дорогие зрители и гости моего канала с вами маг курвус сегодня в гостях у мага мне хотелось бы поднять одну такую тему как магические войны и их последствия вообще войны между магами это дело обычное ну и в большинстве случаев весьма печальная потому что как правило остается всегда кто-то один более сильнейший не будем сейчас даваться в в телософию теологию о том что лучше свет или тьма каждый делает выбор свой сам мой выбор лежит в сторону света я являюсь практикующим светлым магом вот какие у нас могут быть последствия любого видения магических конфликтов будь то между магами между магами и сущностями любого рода у нас этот процесс очень легко можно отследить по отработанным артефактам защиты и артефактам направленным на здоровье опять же в этом видео мы не будем касаться техники ведения магического боя как это лучше сделать как лучше насолить ближнему своему об этом можете даже меня не спрашивать я вот все равно скажу сегодня у меня был очень насыщенный день были очень многие практики в том числе на здоровье и в том числе одна очень серьезная боевая практика вот нас свеча отгорает уже хорошо огонь остался довольным как и все стихии которые мы благодарили сегодня но вернемся к нашей теме вот такой вот чудо мешочек у меня накопился за несколько месяцев в этом мешочке у меня мои отработанные защитные амулеты защитные амулеты отработаны от некоторых моих союзников по которым тоже увы проходились мелким гребешком некоторые люди ну ладно это все скажем так вещи прошлые вещи былые поговорим о результатах вот у наш мешочек давайте расколем посмотрим что же там у нас есть а тут у нас остатки всевозможных амулетов артефактов из дерева из камней из раковин и из рун не будем говорить кому еще они принадлежали достаточно того что их всех сделали вот так будет лучше видно вот друзья мои целая гора отработанных артефактов я вам даже скажу нет есть специальная книжечка поведению всех этих вещей и вот самый крайний артефакт был создан у нас 28 числа десятого месяца 2022 года сейчас 22 число первый месяц 23 год на момент этой записи ребята вот сами посудите всего два три месяца и вот такой набор и это даже я вам скажу еще не видение открытой войны это просто кто-то еще пытается мериться силой пытается пробивать защиты воздействовать скажем так ничего я сейчас никому из них желать и обещать не буду скажу только что мы очень скоро с ними встретимся эту бумажечку мы сажу и на момент выхода этого видео все эти амулеты и артефакты уже будут утилизированы это могут быть вот такие вот деревянные браслетики здесь в основном защита но кое-что есть на здоровье но как бы защита здоровья это основа с чего нужно начинать при введении какого-либо рода магического противостояния с кем угодно скажу вам так друзья мои много защит не бывает всегда лучше иметь ни один амулет не два не три амулетов 10 смысле не сразу всех носить на себе а иметь в запасах так сказать на черный день потому что черный день никто не знает когда наступит и может случиться такое что вот мы купили допустим конь там кольцо или кулон с драгоценным камнем а у нас вылетает артефакт нужна замена может случиться такое что денег быть много у нас в кармане может не быть на тот момент поэтому я вам рекомендую запасаться разносторонними амулетами артефактами на моем канале уже можно найти видео о том как я создаю всяческие руны рунические амулеты вот они в отработанном виде сломанная руна пополам где-то пришлось их ломать где-то они сами растрескались вот классические шлемы ужасов другие ставы вот видео по рунам в шоцах у меня уже есть кто хочет тот посмотрит зайдет там можно коротенько ознакомиться но опять же на новичкам или тем кто только входит в эту тему я вообще рекомендую начинать не с рун а с простых овеществленных артефактов может быть из камней из раковин даже вот таких вот если есть возможность сделать там дырочку просверлить продеть там нитку цепочку что угодно но вот из камней например он был такие камушки легко доступно они продаются везде вот такие вот камни амулет не защитный амулет на вообще не должен быть дорогим он должен быть рабочим он должен сдерживать натиск противников он должен либо полностью поглощать урон либо возвращать его желательно троекратно назад либо просто отбивать его в сторону но желательно при этом нивелируя его негативное воздействие потому что в сторону может кого-то из близких прилететь а это нам не нужно вот такие камушки вот такие вот бусинки всякие вот например вот деревянная бусинка обычно деревянная бусинка цена такой бусинки на 2023 год от 10 до 15 рублей на тысячу рублей можно купить себе рулон моток вот такой вот веревочки рублей за 600 на остальное накупить таких бусин и получить готовые расходные материалы он отработает мы его просто потом утилизируем через огонь или закапываем землю но так как я живу на севере земля у меня бывает покрыта снегом и льдами кое-что можно дать воде вот камушки например я предпочитаю или закапывать или отдавать в воде раковины к примеру а вот рунные амулеты или вот такие вот печаточки виде пентаграммы это я предпочитаю сжигать он здесь вот пошла маленькая трещинка вот здесь пробитие прошло вот тут не смотрите что он тут такой черный это ничего страшного это там мы через черные свечи заряжали его через стихию огня очень кстати рекомендую метод у меня по моему уже есть на канале можно посмотреть но для тех кто еще только начинает свой путь я повторю очень скоро я в рубрике практическая магия выложу методы о том как вот из простых вот таких вот камушек вот таких вот деревянных браслетов создать надежные защитные артефакты любому начинающему магу какой-то урон они сдержат конечно же да но надо понимать что если ты начинающий маг и имел неосторожность оскорбить какого-то серьезного практика то боюсь что силы будут неравны и придется обращаться кому-нибудь за помощью за защитами поэтому новичкам я хочу посоветовать в магии сильно из штанов не выпрыгивайте поумерьте свое эго свои хотелки вы не всемогущие я не всемогущий другие многие маги которых я знаю тоже не всемогущие вообще я считаю что магом ссориться нельзя всегда это заканчивается плохо да бывают конфликты интересов ну к примеру к светлому магу обращается какой-нибудь человек за помощью который по своей неосторожности или дурости умудрился перейти дорогу темному магу конфликт интересов пожалуйста на лицо вот будет магическое противостояние сто процентов если кто-то у кого-то пытается что-то отобрать или влиять на сферы влияния друг друга причем там и вы не подумайте светлый со светлым тоже могут поцапаться к моему великому сожалению я вообще за то чтобы каждый шел своим путем не мешая развиваться другим понятно что стычки так или иначе какие-то будут но друзья мы вот к этому надо быть готовым так что если даже кто-то из вас сейчас мне напишет и закажет у меня какой-то рунический амулет потому что у него какие-то проблемы например нужна защита то вы ребята готовьтесь к тому что даже вот из плотных порой дерева амулет у вас просто будут прогорать трескаться это вот как говорил мой учитель непробиваемых защит не бывает вообще бывают только те защиты которые взламывать нецелесообразно я опять же всегда говорю я выступаю за комбинированные методы защит за энергетические защиты обеществленные защиты в виде различных амулетов и артефактов за эгрегориальные защиты за ритуальные защиты ну и множество ребята в этом подходов очень много тут за короткое видео мы все с вами не охватим но вот такая картина друзья мы может быть вполне вполне вот недавненько тоже сделал вот этот вот рунический амулет к шлем ужаса сел он буквально дня за четыре блин четыре дня рунический амулет ненормально кое-какие держались подольше вот это например держался там с пентаграммой почти месяц почти там без восьми дней по моему у меня там все точно записано я щас не хочу при вас все это открывать читать вам это зачем это нужно цель этого видео донести до всех интересующихся новичков может даже бывалых практиков о том что защит много не бывает ну кто практикует боевую магию кто часто попадает в переделки те конечно же меня поймут и поддержат но вот вам хороший пример как всего вот за три почти почти три месяца можно получить целую гору отработанного магического мусора и с этим уже ничего не поделаешь это только на выбор столько на замену до чести ради я в таких ситуациях обычно в долгу не остаюсь надолго если вообще воздействие до меня доходит но если доходит там обычно все заканчивается очень быстро хотя признаюсь и мне периодически особенно в начале пути приходилось обращаться за помощью к наставникам к другим светлым магом это не зазорно этого не нет не надо стесняться не надо думать что если там я обращусь за помощью значит я покажу слабость нет вы покажете свою умность друзья мы нет ничего хуже того когда практик надевает на себя корону великого царя великого всемогущего вседержителя миров и решает что он совсем справится сам на каждого крупного тиранозавра рано или поздно найдется тиранозавр покрупнее это надо знать но опять же я истово верю и призываю в то вас к тому чтобы вы будучи магами лишний раз никогда ни с кем не конфликтовали не ссорились друзья мои поссориться и подраться вы всегда успеете если кому интересно более подробно раскрытие этой темы то его раскрыли в книге ученики ворона замок на вороньи горе про то как учитель магии наставник учил своих учеников уживаться друг с другом там боже мой ребята всю книгу можно разбирать на цитаты вот такая книга советую всем замок на вороньи горе ученики ворона я вас очень настоятельно рекомендую к прочтению или прослушиванию в аудиокниги ну про книги мы с вами поговорим как не в другой раз но вот это вот друзья мои это был конечно трындец да только сделаешь три-четыре амулета проходит там пол месяца месяц надо все блин заново переделывать ну что поделать так вот живем иногда случается что конфликтуем иногда случается что попадаем неприятности причем не надо думать что амулеты способны ломать только вот злостные там чернушники там или закаленные в боях ветераны боевой магии там нет друзьям и к несчастью даже обычные люди источают очень много негатива и ваше магическое противостояние может сходить до того что вы будете просто противостоять своим очень в кавычках добрым родственникам это грустно это печально это еще печальнее чем войны магов это еще печальнее чем войны начинающих магов почему потому что здесь вредят даже не с цели самоутвердиться там выйти вперед там доказать свою правоту нет тут мне кажется это самый жесткий вариант паскудство это когда люди вредят своим детям или дети намеренно вредят своим родителям причем ладно когда еще там плюс-минус есть какие-то заслуженные варианты но опять же я никого не призываю никому вредить но я очень часто сталкивался за всю свою практику когда мать вредила дочери отец вредил сыну повзрослевший необразованный уволень пил соки из своих родителей которые просто свое время где-то не доглядели где-то недовоспитали все мы люди все мы можем ошибаться но если ты мой дорогой друг или подруга который смотришь меня сейчас имеешь семью родителей постарайся с ними все таки быть чуть более человечным я понимаю это просто это не просто да это не просто мне самому сложно так поступать но наш духовный рост наше духовное развитие зависит не только от того сколько магических формул навыков мы приобрели от того еще остались мы на этом пути людьми или нет виду этого довольно таки долгого видео мне хочется пожелать вам всем хорошего здоровья успехов вашем магическом развитии и также друзья мои семейного и домашнего благополучия с вами был маккорвус увидимся в следующих видео ну а я пойду все это добро утилизировать